Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Один день из жизни президента. Владимир Путин сегодня в Самаре. Спасибо Розе, спасибо Кларе. Марафон по поиску подарков к 8 марта можно считать открытым. Здесь живут великолепные люди. Ведущий солист Мариинского театра Григорий Карасев поделился своими впечатлениями о Самаре. В провинцию о культуре кинорежиссер Владимир Меньшов со студентами Института культуры поговорит о будущем российских театров. Реализация проекта по профориентации школьников «Билет в будущее» начнется уже с Нового года. С таким предложением вступил президент страны Владимир Путин на заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Глава государства возглавляет советы. Сегодня заседание впервые прошло в Самаре. Программа пребывания президента в регионе была насыщенная. Он ознакомился с работой булочно-кондитерского комбината, поздравил с праздником женщин-предпринимателей со всей страны и встретился с главой региона Дмитрием Азаровым. За ходом визита следил наш корреспондент Олег Зверев. Борт номер один приземлился в Самаре накануне вечером. Президента страны Владимира Путина встречали его полномочный представитель ПФО Михаил Бабич и глава самарского региона Дмитрий Азаров. В Самаре у главы государства насыщенная программа. Впервые в городе запланировано заседание Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, на который собирается весь политический и экономический истеблишмент страны. Оценка главы государства как знак высшего качества. На Самарском булочно-кондитерском комбинате к визиту президента подготовились основательно. Испекли торт в Самаро-космическое в качестве подарка. А для дегустации выставили все образцы продукции предприятия. Владимир Путин попробовал ржаной боярский хлеб и рулет с маком. Предприятие с 30-летней историей сегодня выпускает более 260 наименований хлеба и сладостей. Это вот как раз показывают здесь все торты, заказная группа. А вот этот торт, учитывая, что все-таки мы Самаро-космическое, мы сделали его специально для вас. Для меня? Да. Спасибо. Если вы дадите добро, мы вам отправим. Спасибо. Поздравлением с предстоящим Международным женским днем Владимир Путин начал встречу с женщинами-предпринимателями. В том, что именно они руководят производством, и есть, по мнению президента, даже преимущества. Для того, чтобы быть или крупным акционером, или даже минеритарием, но все-таки активным минеритарием, быть руководителем производства, это требует особых качеств, прежде всего лидерских качеств. И мне кажется, что для женщин это вполне свойственно, и даже есть преимущества определенные, потому что все-таки мужчины, так скажем, пожестче. А если лидерские качества сочетаются с женским, в прямом смысле этого слова, женскими чертами характера, то результат часто бывает гораздо выше. Российскому бизнесу необходима поддержка. По словам Владимира Путина, сейчас готовится пакет поправок, которые существенно облегчат жизнь всем, у кого есть свое дело. Это решение созвучно с тезисом, который прозвучал в послании главы государства, в котором он предложил увеличить долю малого и среднего бизнеса в воловом внутреннем продукте. С Дмитрием Азаровым президент обсудил подготовку к чемпионату мира по футболу. По словам главы региона, работа контролируется в ежедневном режиме. В декабре месяце подтвержден догоняющий график, если говорить про основной объект, стадион Самар-Арена. По этому графику в конце марта работы должны быть завершены. Совсем недавно был премьер Виталий Мутко с контрольной миссией. Сегодня мы рассчитываем на то, что эти обязательства будут подрядчиком выполнены. Глава региона также рассказал о социально-экономической ситуации в Самарской области. Рост промышленного производства в прошлом году составил 1,6%. Во многом это связано со стабилизацией работы автоваза. Дмитрий Азаров выразил Владимиру Путину благодарность за поддержку крупнейшего автозавода страны. Кроме того, обсудили участие РКЦ «Прогресс» в разработке ракеты-носителя тяжелого класса. Что же касается сельского хозяйства, в регионе был собран рекордный урожай зерновых – 2,7 миллиона тонн. Более полумиллиона человек сегодня заняты в проектах, которые реализуют агентство стратегических инициатив. Об этом глава государства сообщил на заседании наблюдательного совета ОСИ, председателем которого он является. Владимир Путин отметил особую роль высоких технологий, в том числе в образовании. Реализацию проекта ОСИ «Билет в будущее» президент предложил начать уже с нового учебного года. Олег Зверев, Евгений Глыба, События. Весна в Самару пройдет не раньше 20-х чисел марта, прогнозируют синоптики. Сейчас температурный режим пока больше похож на февральский. В ближайшие дни будет преобладать холодная погода. Это связано с влиянием антициклона. 8 марта ожидается минус 5-10 градусов в днем и минус 12-17 ночью. С 10 по 13 марта почти такая же погода. Температура в дневные часы от 4 до 10 градусов ниже нуля. В ночные часы похолодает до минус 12-18. Пройдут снегопады. Порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду. Весеннее тепло придет лишь в середине месяца. Нынешняя зима оказалась в целом теплее прошлой. И даже солнце улыбало самарцам чаще. По статистике гидрометцентра в феврале в городе зафиксировано 134 часа солнечного сияния при норме в 92. Солнце будет радовать нас и в прохладные мартовские дни. В Самаре на 12 девчонок. По статистике 10 ребят. Город вошел в число самых женских городов региона. Этими данными поделились специалисты из Самара-Стата. Накануне яркого весеннего праздника Международного женского дня в преддверии 8 марта ежегодно мужчин заботит главный вопрос. Чем удивить прекрасных дам? Специально для них Андрей Горгуленко узнал, чего хотят женщины. На улице еще минусовая температура и лежит снег. Но цветы уже вырастают на каждом перекрестке. Мимозы и тюльпаны своим обилием будоражат мужские умы. Именно тюльпаны – лучший выбор, признается Владимир Черкесов. Он сам выращивает цветы. По опыту лет знает. 7 марта только разминка. Основные продажи будут завтра. Тюльпаны всегда ходовые. Она идет на 8 марта всегда. Спрос есть для наших милых женщин. Малый спрос 7 марта отмечают и в цветочных магазинах. А вот 8 мужчинам надо будет поторопиться, чтобы успеть приобрести красивые букеты, рассказывают продавцы. Главные фавориты продаж – классические, яркие и весенние варианты. В основном берут тюльпаны. Тюльпаны, ирисы, нарциссы и розы. Классика. Но цветы – это лишь приятное дополнение к подарку. Чтобы узнать, чего хотят женщины, не обязательно читать мысли. Они сами с удовольствием делятся желаниями. Самарским домам хочется, чтобы скорее наступила весна и весь день царило только хорошее настроение. Я бы хотела получить много улыбок, счастья, цветов, погода, чтобы немножко потеплело. На 8 марта я бы хотела получить хорошую погоду, хорошее здоровье, ну, а немножечко цветов, так же, как и все. Сложный вопрос. Ну, наверное, что-нибудь из косметики, я думаю. А цветы? Цветы? Совершенно не обязательно. А вот самарские мужчины уверены – одной погоды недостаточно. И уже знают, чем порадовать своих любимых. Забота, внимание, накрытый вкусный стол и насыщенная культурная программа. В первую очередь цветы, праздничный стол и, соответственно, хорошее настроение. Все-таки это праздник, который весны, праздник для женщин, тех, кого мы любим, в первую очередь. Цветы – это, как обычно, все стандартно, но мы куда-нибудь съездим в интересное место, на концерт, в театр. Вот, может быть, пешком сходим за Волгу. Цветы? Ну, и поход в кино, скорее всего, или на концерт какой-нибудь. И хотя существует множество универсальных советов к выбору подарка или цветов, лучше подходить индивидуально. Ведь каждая женщина особенно, и у нее есть свои мечты и желания. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. В эфире все по плану, а за кадром – райское наслаждение. Яркие гирлянды, цвета музыка и пальмы. Прекрасная половина коллектива телеканала «Самаргиз» принимает поздравления с Международным женским днем. И пусть на улице мороз, зато на столе экзотические фрукты и фантастический торт. Этой весной мы продолжаем радовать вас хорошими новостями и интересными проектами. К 8 марта наш телеканал проводит конкурс «Мой секрет красоты» в социальных сетях. Участвуйте и выигрывайте ценные призы. Все подробности в официальном сообществе телеканала «Самаргиз» ВКонтакте. В преддверии 8 марта мужчины взяли на подарки женщинам 220 тысяч займов в микрофинансовых организациях. На что чаще всего оформляли микрокредиты, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! После мартовских праздников доллар может показать максимум роста. Экономисты прогнозируют закрепление курса выше 57 рублей с последующим движением к максимальным значениям февраля. На выходные Центробанк установил курс американской валюты на уровне 56 рублей 80 копеек, евро 70 рублей 52 копейки. Нефть удерживается на отметке выше 65 долларов за баррель. Золото стоит 2406 рублей, серебро 29 рублей 99 копеек. В самарских банках сегодня дешевле всего доллара можно было купить за 57 рублей 7 копеек, дороже всего продать за 56 рублей 77 копеек. В преддверии 8 марта мужчины взяли на подарки женщинам 220 тысяч займов в микрофинансовых организациях. Большинство потратили деньги на парфюмерию и косметику. Есть и более нестандартные подарки. Например, спортивные тренажеры и ремонт машины. Больше трех миллиардов направит Минздрав России регионам для организации медицинской помощи в селах. В Самарскую область поступит свыше 25 миллионов рублей. Эти деньги направят на приобретение передвижных медицинских комплексов в поселении с численностью населения до 100 человек, а также на покупку модульных конструкций врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов. На этом все. Удачи в делах! Концерт с нотами весны и международного женского праздника в Самаре выступил ведущий солист Мариинского театра Григорий Карасев. Его знают во всем музыкальном мире, а сам вокалист больше всего ценит внимание российской публике. Одним из своих самых любимых городов он называет Самару. Репортаж Олега Зверева. Тема любви особенно актуальна в канун международного женского праздника. Свой единственный концерт в Самаре ведущий солист Мариинского театра Григорий Карасев посвятил всем самарским женщинам. Звучали оперные арии, старинные русские романсы, произведения советских композиторов. Григорий Карасев выступал на лучших концертных площадках мира, является приглашенным солистом новой израильской оперы, театров Лафи Ничи и Метрополитенопера. Но по признаниям самого вокалиста больше всего классику ценит в России. Самару он считает по-настоящему театральным городом, в котором сохранился свой неповторимый колорит. Проехали мы по городу, и вчера, сегодня получаешь удовольствие, видя вот этот старый русский город, купеческие дома, дома в стиле модерн. И действительно, вот свой колорит в Самаре существует. Ничего нет выше человеческого общения. А вот в Самаре это получаешь в старице, потому что здесь действительно живет великолепные люди. ПЕСНЯ Чайковский и Рахманинов, с произведения которых начался концерт, любимые композиторы Григория Карасева, создатели основ всей русской музыкальной культуры. Именно поэтому он выбрал эти арии для Самарского концерта. И это трепетное отношение, по его мнению, необходимо сохранить для будущих поколений. Олег Зверев, Григорий Пеншаков, События. У Самовара жители улицы Пентинской. Горячий чай, танцы и игры на свежем воздухе. В фестивале «Выходи гулять» возможность оценить, как изменилась Самара в ходе проекта «Комфортная городская среда». Как в Ленинском районе встречали весну, в репортаже Артем Устинова. В клубах пара от кипящих самоваров, дворовая дискотека. Пока старшее поколение пляшет, младшая гоняет мяч. Приход весны жильцы встречают в новом, обустроенном пространстве. Это плоды активного участия жителей в проекте «Двор», в котором мы живем. В этих домах проживают самые активные, самые неравнодушные, самые трудолюбивые жители. Они нарисовали проект, каким бы двор они хотели видеть, определили зоны отдыха, зоны игровых площадок для детей, спортивную площадку, зоны, где будут расти цветы. Все это сделали они вместе. В прошлом году двор пережил еще одно обновление в ходе проекта «Комфортная городская среда» и тоже усилиями жителей, которые подали заявку на участие. Теперь погулять во двор выходят не только дети, но и все обитатели дома. По комфортной среде нам благоустроили двор дополнительно, сделали замечательную лестницу, если вы покажете, то все, конечно, увидят, что она действительно замечательная. Второе, нам поставили новые на наш дом, новые железные двери входные и сделали козырьки современные для того, чтобы дом выглядел очень хорошо, очень красиво. Раньше во дворе была пустая бетонная площадка, она не использовалась и только занимала пространство. Теперь вместо нее новая зеленая зона. Мы посадили елочки, туи, можжедельник. Летом очень хорошо. Цветы везде, лавочки. В общем, все довольные. Вот все четыре дома приходят сюда отдыхать. Меняются не только дворы. Новый облик получила площадь Куйбышева. Скоро откроется Струковский парк и четвертая очередь набережной. В текущем году 180 общественных пространств Самары претендуют на обновление. Решающий этап – 18 марта. Путем голосования самарцы выберут места, которые благоустроят первыми. Остальные – в последующие несколько лет. Проект продлен до 2022 года. Артем Устинов, Артем Сулайманов. События. Далее, коротко о других событиях дня. Запуск самарской ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с космодрома Куру во французской Гвиане перенесен на пятницу 9 марта. Ракета должна вывести на орбиту четыре спутника. Спутники этой категории три раза выводились на орбиту российскими союзами с космодрома Куру – в июне 2013, июле и декабре 2014 года. Время запуска назначено 19 часов 37 минут по московскому времени. Перенос даты позволит провести дополнительные проверки в связи с возобновлением запусков с космодрома во французской Гвиане. В октябре 2017 года на космодроме отмечали шестилетие с момента запуска Союза. В Самаре правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели 28-летнего мужчины. Он погиб, катаясь на сноуборде на лыжной базе в Красноглинском районе. При спуске с горы мужчина врезался в дерево. Сейчас правоохранители ведут по данному факту проверку, чтобы установить, были ли в тот день соблюдены все правила безопасности. ДТП с трагическими последствиями произошло на автодороге Самара-Бугуруслан в Кенель-Черкасском районе. Столкнулись два вазовских автомобиля – 12-я и 7-ка. В результате погибла женщина-пассажир 7-ки. Оба водителя, а также пассажир 12-й получили травмы разной степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Чтобы устранить коммунальную аварию, пришлось навести порядок в квартире. Сотрудники обслуживающей организации в Новокубышевске два дня разбирали завалы мусора, чтобы добраться до требующих замены труб. На улице Ворошилова жительница трехкомнатной квартиры на протяжении многих лет приносила домой мусор из ближайших контейнеров. Она наблюдается в психоневрологическом диспансере. Соседи женщины неоднократно обращались во всевозможные инстанции, и несколько раз квартиру удавалось расчищать от завалов. В Самаре на Московском шоссе закрыли центральную полосу реверсивного движения. Изменения были согласованы с Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Закрыта полоса на участке от проспекта Масленникова до улицы Нововокзальной. Такая мера будет действовать до 8 часов утра четверга 8 марта. О кино, сензуре и студентах. Два часа общения с Владимиром Меньшовым. Увидеть живой выдающийся режиссер и актера мечта многих самарцев. Встреча стала реальностью благодаря проекту «Культура малой родины». В зале актеры, студенты Института культуры и просто давние поклонники творчества режиссера. Каким мастер видит будущее российского кино? В репортаже Артема Устинова. Морозец, звонок, как подкова. Перефразирую Глазкова. Трамваи, как официантки, когда их ждешь, то не идут. Поэма Давида Самойлова наизусть и без репетиций. Владимир Меньшов не боится экспромта. Он вообще личность многогранная. Актер, режиссер, лауреат Оскара. Пару раз даже озвучивал мультфильмы. Вопросы из зала самые разные. Как нашел артистов для фильма «Москва слезам не верит?» Почему не работает на телевидении? Нужна ли цензура? Ответ неоднозначный. Сам режиссер неоднократно сталкивался с давлением сверху. Фильм «Любовь и голуби» едва не запретили. Тогда шла антиалкогольная кампания. При этом Меньшов заявляет. Он за цензуру. Как вы оцениваете современные фильмы, которые у нас в нашей стране вышли в последний год? И второй вопрос. Можем ли мы надеяться на то, что вы снимете свое кино? Меньшов отвечает. Замысел фильма есть. Какой пока секрет. А общий уровень российского кино в последние годы стал, по его мнению, намного выше. Важный момент – смена поколений. У мастера свой курс в Афгике. Но отучившись, из Москвы никто из них не уезжает. Централизация культуры в стране – вопрос по-прежнему нерешенный. На вопрос, что посоветовать молодым режиссерам, Меньшов говорит, советовать нельзя. Режиссер – сложнейшая профессия, очень индивидуальная. Однако именно в руках дебютантов – будущее. Очень много он говорил про российских режиссеров, которые сейчас уже снимают хорошие, достойные фильмы русские, которые конкурируют с западными. Очень много полезной информации, интересной. И вообще с таким человеком встреча – это очень ценный опыт, мне кажется, для каждого. В отношении современной культуры Меньшов далек от пессимизма. Значение интернета невозможно переоценить, считает он. Сейчас можно смотреть столичный спектакль в прямой трансляции, появился специальный телеканал, посвященный театру. Для молодого режиссера главное – желание творить. А чтобы снять кино, не обязательно нужна камера. Сейчас очень запутанный момент, он не устоявшийся. Когда устоится, будет понятно, собственно, что за момент в культуре мы сейчас переживаем. Но то, что на телефон можно снять фильм – это же революционный прорыв. Творческая встреча с Владимиром Меньшовым – часть проекта «Культура малой Родины». Всего на его реализацию выделено около 5 миллиардов рублей из федерального бюджета. Эти средства пойдут на поддержку муниципальных театров, домов культуры и детских школ искусств, в том числе в малых городах. Самарская область тоже не осталась в стороне. Уже открыты два сельских ДК, выпущены спектакли в театре-студии «Грань» и в Сызранском театре драмы. Артем Устинов, Константин Головин. События. И в шутку и всерьез в доме журналиста открылась персональная выставка Юрия Воскобойникова. Карикатуры рассказывают историю российского мирового футбола за последние 4 года. От чемпионата мира в Бразилии до чемпионата мира в России. Футбол глазами художника увидел Сергей Кизоргин. Полсотни оригинальных карикатур в фаея Самарского дома журналистов. Выставка «Футбол без границ» известного городского художника Юрия Воскобойникова будет работать до 1 апреля. Здесь представлены как старые работы, так и совершенно новые. Мастера больше волнует ситуация в российском футболе. Хотя и чемпионат мира он тоже не обошел своим карандашом. Самое актуальное, я бы сказал, это вот черно-белый рисунок «Священная корова», которая стоит на лугу щиплет травку. А вся политическая карта мира у ней в виде пятен. И со всех холмов к ней устремились с ведрами целые толпы людей. Ну, видимо, подаете ее. Идея создать персональную выставку, посвященную футболу, родилась у Юрия Воскобойникова после последнего чемпионата мира в Бразилии. Где сборная России потерпела сокрушительная фиаско, заняла последнее место. Художник сильно расстроился и свои эмоции и переживания решил перенести на бумагу. Ведь он сам футболист. С раннего детства гонял во дворе мяч, играл в любительской команде и в зрелом возрасте. Поэтому футбол знает изнутри. А его самого хорошо знают профессиональные футболисты. Среди друзей карикатуриста – ветераны крыльев советов. Искры из глаз, да, когда я сталкиваюсь. Ну, вы же видели, что и сотрясение получают. Да, я сам получал. Я играл, когда уже мяч ворота шел вот на такой высоте. И я в падении играю, и мяч мне попадает вот сюда, вот в челюсть. И я потерял сознание. Юра все это, вот он все это своим умным взором, глазом и рука точная. Вот все это хорошо очень. Юрий Воскобойников на этой серии карикатур останавливаться не намерен. Впереди мундиаль, а значит, тем для футбольных историй на бумаге будет предостаточно. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Последний отчет. До старта чемпионата мира по футболу в России осталось меньше 100 дней. Как отметили эту дату, в областной столице знает Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Вы смотрите Самарские новости спорта. В выходные в Самаре пройдет лыжная гонка на призы Волжской коммуны. Сто дней до старта чемпионата мира по футболу. Футбольный праздник прошел в областной столице. Самара продолжает побеждать соперников в баскетбольной суперлиге. Баскетбольная Самара продолжает победное шествие по чемпионату российской суперлиги. На этот раз в Москве сдался второй состав ЦСКА. Матч складывался для горожан сложно. Они были в роли догоняющих. В третьей четверти разница достигала 11 очков. Но на заключительный четвертый период команды выходили уже при равенстве в счете 55 на 55. В четвертом периоде самарцы захватили лидерство в три очка и довели матч до победы 70-69. Пятнадцатая подряд победа Самары и пока первое место в суперлиге. Следующий матч чемпионата страны команда проведет 12 марта в Рязани. Сто дней осталось до чемпионата мира по футболу. Самара отметила эту дату спортивным праздником. Приехал посол города-организатор, олимпийский чемпион подзюдо Тагер Хайбулаев. Игроки и ветераны крыльев советов. Футбольный турнир «Самара живет футболом» выиграли юные футболисты сборной команды промышленного района. Ребята получат право выйти на поле стадиона «Самара-арена» в качестве экскорта во время тестовых матчей. Финишировал праздник встречи ветеранов самарского футбола и представителей администрации гордой области. Рефери после двух таймов зафиксировал ничью. 77-я лыжная гонка на призы газеты «Волжская коммуна» пройдет 10 и 11 марта в спорткомплексе «Чайка» в поселке Управленческий. Принять участие в забеге может любой желающий. Первые соревнования прошли еще в 1941 году и с тех пор они стали традиционными для лыжников, любителей и профессионалов. Покататься за призы ежегодно выходит на старт около тысячи человек со всего по Волжье. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 16 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok